бомбарбия кратко о том о чем я хочу говорить на этом youtube канале это о осознанности практике внимательности и осознанности сознание высшее сознание квантовое сознание истинная кто я я есть кто азим езим для тех кому все эти словосочетания знакомы и он понимает о чем я буду тут бормотать это для вас для вас для тех кто в теме кто не в теме нафиг это не нужно не нужно если просто интересно и цепляет да ребята сюда если не тип не тепляет не трепыхает и вы думаете опять это чушь опять этот бред и он туда же какой-то стала не такой попу трогать рукой не надо ребята ребята переходим на другой канал погнали уже то почему ты говоришь о том что вопросы за бабусы это не полезно как это полезно мы приходим домой это и интеллектуально и смешно и мы расслабляемся глядя на это видео это один из тех контентов который охота посмотреть почему ты решаешь за нас какого лысого евгений пишут некоторые люди мне я хочу ответить с чего бы начать но это то же самое что я такой персонаж который сейчас будет рекламировать для вас макароны доширак и буду говорить вот кушайте вкусные макаросики они очень полезные уж и шмих и потом камера останавливать и залипалово это тот залипон которым я не пользуюсь по крайней мере очень стараюсь не вовлекаться в просмотры видеороликов в ю тубе в телеграме в инстаграме в тег токи короче этих сетей как грязи и для меня все это существование вот в этой вот лабуде когда ты шпекс и все это здесь утонул и вот 15 минут 20 минут 30 а ты все ковыряешься в этой в этом очень интересном и познавательном контенте какой бы он не был пускай это будет негодяй тв вопроса за вопрос или другая передача пускай это будет юрий в дудев что будет дальше новости какие-то события происходят в мире уж надо все знать все надо знать в телеграме сейчас есть самая достоверная информация подпишусь к я на этот канал и буду сидеть все знать все знать все знать все вокруг тучи облака ты все знаешь или нет я не хочу сидеть в новостях не надо этой новости они делают не только грустнее хуже ужас я хочу отвлечься он негодяй тв он не снимает про новости тут можно отдохнуть от всего этого шума развлеку себя этой передачей и на полчасика залип с тобой происходят какие-то движения ребенок подходит к тебе гад папа ну что может быть ты порисуешь со мной буквы поучим пойдем погуляем ты башни не 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 тут вопросы за бабос они закончились ты включил еще одного муда блогера начинаешь дальше все это листать и смотреть я думаю екарный баба евгений и вот ты такой просветленно перспективный человек который очень часто в своей жизни практикует внимательность осознанность толкаешь товар которым ты не пользуешься ты понимаешь и осознаешь что даже ты сам разучился жить в этом мире по-настоящему жить в этом моменте мне раньше бесило когда я слышал в эту секунду живи в эту секунду в этом моменте будь прямо здесь и сейчас вот сейчас вот сейчас вот есть вот будь прямо здесь будь какого хрена вы мне несете я и так здесь если нам тридцатка тридцать пять сорокет полташка реально мы уже давно не здесь и один из тех инструментов который нам не позволяет быть здесь это тот же залипон в сериале в кинохе в ю тубе и во всех при колдесах которые есть сейчас а их так много я вчера был на занятиях где дочка у меня занимается акробатика танцы там такая движуха и я сижу вот так вот вот так и сижу я с виду похож на ненормального человека потому что я сижу и смотрю вот что происходит я смотрю я практикую внимательность и осознанность и не то чтобы не ковыряюсь в телефоне я не позволяю ни одной мысли залететь мне сейчас в голову и отвлечь меня от этого момента здесь и сейчас если я уйду в телефон все я уйду в телефон и все моя жизнь будет происходить сейчас там полезную какую-то я для себя подчеркну информацию конечно так пипец все полезное сейчас а все родители вокруг их было около их было дохрена они все были закопаны в своих мобилах все просто все они не видели ни хрена что с ними происходит ребенок прибежал которым охота пописать и он говорит мама пойдем пописать она еле проснулась она еле очухалась еле вылезла из своего телефона чтобы понять что пришел ее ребенок с которым ей нужно сходить в туалет и так это было неохота делать потому что ее отвлекли от этого очень офигенного занятия залипатор залипа пиус залипа пи сисиус это тот доширак которым я вас кормил все это время и я не буду это есть я себе пойду и корочку намажу лучше на хлебец черненькую с маслицем а вы кушайте этот доширак и я всегда чувствовал себя не всегда вру конечно не всегда но в те моменты когда сознательность это ко мне при приходила я понимаю что я противоположность того кем я хочу быть и о чем я хочу говорить и толкаю вам товар который вам абсолютно не нужен вы можете сказать ну джек ты погнал вопросы за бабосы это юмор и это познавательная движуха сколько говна вы себе представляете сколько говна написано в комментариях под всеми моими видосами ник не в мою сторону в сторону этих участников сторону тех ребят студентов и школьников которые ответили неправильно сколько сидит умников которые ругают все что возможно и их родители и их учителей этих детей и все все плохие все говно один я хороший потому что я знаю что два плюс два это будет четыре эти комментарии давно вызывали у меня такую думаю блин не то братишка ты делаешь не то они не становятся зрители от этого лучше да есть зритель который может поржать отдохнуть от этого и это классно если есть те люди из вас которые увлечены этим этим я говорю залипанием в своих телефонах и смартфонах гаджетах и компьютерах если вы это делаете на полчасика но часик в день но ведь это же ни хрена не так все эти классные видосы которые мы зырим а их тогда хрена теперь в этих интернетах это то что заставляет нас быть зомбированными автономными персонажами которые не видит настоящей жизни не видит и чем больше этот залипон происходит тем больше мы привыкаем к этому образу жизни иногда мы испытываем некую пустоту эту пустоту нам хочется чем-то заесть мы ее заедаем едой просмотром каких-нибудь фильмов сериалов а в сериалы тоже можно уйти и не дай боже там все три сезона по 8 серий можешь уйти на сутки сразу же до свидания утром проснуться сразу же туда твоя пустота закрывается этим ты думаешь что ты удовлетворен ты думаешь что ты отдохнул от суеты от проблем житейских также эту пустоту можно заполнять алкоголем наркотиками покупками работой работой да у меня есть товарищ который говорит у него очень много денег он неплохо зарабатывает и он говорит я не понимаю когда вы смотрите все эти видосы вы вы не работаете это его такие мудрые слова но в то же время он увлечен работой для него это наркотик все свое внимание он уделяет этому и утром и днем и вечером и поэтому придя домой вечером когда кто-то может позволить себе отдохнуть от работы и посмотреть видосики уйти часа на полтора на два или до самого сна проковыряться в телефоне то он будет заниматься звонками и переговорами или будет сидеть и планировать новые идеи для своего бизнеса и расписывать реализацию этих идей это будет то же самое это то состояние когда ты не проживаешь эту жизнь в этом настоящем моменте в чем отсутствие этого момента когда ты находишься в залипоне во что-то и не важно в чем это то когда ты отвергаешь те события которые происходят с тобой на самом деле тебе до такой степени тяжело и трудно просто посидеть ничего при этом не делая и ничего при этом не делая я это имею ввиду также и ментально ничего не делая не думать не планировать не загадывать не мечтать и все остальное это невозможно это невозможно быть абсолютно пустым чтобы те мысли которые летают вокруг ты на них не обращал внимание это невозможно и как только что-то такое появляется ты думаешь что чем мне себя занять все там вопросы за бабосы у этого лоха появились давайте-ка позырим пожрать что-то все встал и пожрал и не дай боже сейчас кто-то внедриться в этот твой процесс который тебе уже начинает нравится ты в него вовлекся не ребенок не какие-то комментарии жены и мужа все это сейчас неважно и не интересно не сейчас дайте мне немножечко отдохнуть от рабочего дня я весь день сегодня работал дайте мне позалипать немножко на зоне костюм себе сошью с отливом автомобиль куплю с мегафона но нет конечно есть период когда ты не ешь не пьешь не в телефоне и ты сидишь так что вы сейчас вот завтра вот это вот это не сделал поэтому завтра завтра точно да и ты можешь проковыряться так два-три часа в моменте нихера ты не в моменте вот этот компьютер полностью вовлек в тебя о юрьев дудёв где мои наушники мама звонит алё да нормально все да да давайте перезвоню давай давай не не интересно дети не интересны жена не интересная друзья не интересны мне интересно нам не интересно все это не интересно жить все это не интересно нахрен не интересно не интересно очень не интересно скорее бы пятница ой скорее бы пятница шашлычки поедем сделаем погодка уже хорошая вот ты сидишь и мечтаешь об этой прекрасной пятницы которая будет у тебя но женек речь-то пошла не об этом мы говорим про вопросы за бабусы в этом ты чё плохого залипнуть под видос с юмором тем более еще познавательным до базара ноль это это чудо это это прелесть если вы те люди которые уделяют приколюхам полчасика в день часочек часочек в день у вас дисциплина вы позволяете себе посмотреть что-нибудь веселое в интернете вы крутые ребята но в основном у нас не получается залипнуть только на часочек ведь хочется залипать все дальше дальше и дальше то о чем я вам хочу говорить это то что жить в этом моменте это очень круто это так классно это такие перспективы это такое чудо это фантастика господи это волшебство помимо того что когда ты радуешься просто тому что ты сидишь что внутри тебя происходят какие-то кайфушки очень похожи кстати вот на эти что ты становишься добрее мудрее не умнее на хрен ум любве обильнее тебе интереснее находиться с теми людьми которые сейчас находятся с тобой в одной комнате а даже если не интересно тебе с ними и тебе не интересно то что они говорят тебе все равно интересно эта ситуация но тебе для интереса к жизни не нужно ни это не это не это и не вот это ты приходишь на работу с удовольствием в удовольствие ты осознанно работаешь эту работу ты едешь на какую-то встречу осознанно у тебя нету суеты в голове где ты о чем-то думаешь о чем ты мечтаешь как как-то планируешь как-то стараешься показать себя на этой встрече лучше чем ты являешься на самом деле нет ты просто едешь и у тебя в голове пустота и ты счастливый человек ты приезжаешь на эту встречу и не нужно было ничего там выдумывать ничего там планировать о том как тебе и что говорить все прикольно свершилось потому что когда ты осознанно находишься в этом моменте без какой-либо суеты шума в голове отвлечение на все это все делается превосходно но если вдруг на тебя на летели какие-то тучи и сейчас происходит жопа когда все планы разрушены этот кризис эти проблемы ты на них смотришь осознанно со спокойствием ты не то чтобы знаешь что все к лучшему это тоже мысли ума хорошие мысли ума ты просто не отождествляешься с этим и спокойное отношение ко всему плохому что происходит с тобой оно перерождается те ситуации которые вроде бы были плохие они перерождаются в еще лучшие ситуации ты думаешь какого хрена спасибо что это дерьмо со мной произошло потому что если бы оно не произошло я бы не увидел вот эту красоту их спасибо и все эти приколюхи нам дарит только осознанное существование когда ты живешь в этой пустоте не заедаешь ее ничем а сидение в интернетах и залипания во всех этих классных видосах это лишь создает привычку быть обычным обычным человеком как и почти все девяносто девять процентов населения которые подвластны этому этому наркотику этому кайфу который нам подарила эта жизнь хочешь купайся хочешь пей новости ищ хорошо то как обожаю новость именно моя задача сейчас привыкнуть не отождествляться не с умом не с прикол дэсами которые есть в этой жизни я уже накайфовался вдоволь спасибо но в моей практике я осознал что когда мое видение осознанное когда я смотрю с точки зрения нуля на происходящее и не отождествляю с этим все происходит в более благоприятную сторону не только для меня но и для окружающих убеждать кого-то нравоучать и какую-то новую информацию давать кому-то я не хочу те люди которым неясно непонятно и и что здесь происходят думают они не надо не надо себя мучить выключайте нахрен это видео возможно к этому вы когда-то придете через 15 лет через годик через три месяца это вся видео хрень которую я снимаю она для тех людей которые уже в курсе которые понимают о чем я говорю которые испытывали то о чем я говорю которые забыли то о чем я говорю и я знаю таких людей много очень много отвлекаться на всю ерунду которую показывают в телевизорах и которая есть ваших тик-таках не надо не надо нужно учиться быть в той пустоте которую все боятся из которой все хотят выбежать вылезти потому что она не то чтобы плоха не то чтобы хороша она и есть то кем каждый является на самом деле надо только это прочувствовать прочувствовать без ума без ментального вмешательства и тогда все увидится и все будет в елочку век воли не видать сечете о чем я бормочу ну все я погнал а а